Ни одного тура практически не обходится без московского дерби. Не исключением станет и сегодняшний пятый тур, в котором встретятся между собой команды Строгино и Чертанова. Атаки от своих ворот. Тем не менее, выходят они из-под этого прессинга. Это уже Пузанов разгоняется. Какой проход совершает Пузанов? Удар по воротам. И это было очень опасно. Очень неприятный удар. Болистов через всю штрафную. Уже у другого флажка достает его Гапеев. Пытался очень аккуратненько пролезть по линии ворота. Здесь проходит эта передача на Помолюка. Помолюк выходит один на один к воротам Воронова. Помолюк, Воронов! Еще вот это самый реальный шанс, мне кажется, был сейчас у Чертанова для того, чтобы счет в этой встрече... Ну и через Евдачева перевод еще левее. А здесь проходит эта передача. И удар в перекладину! Ребров! Получил таки мяч практически уже во вратарской. Ну а победный гол в той игре забил Гапеев. А здесь шанс у Чертанова. Воронов с ленточки мяч выносит. Хватается там снова за голову Помолюк, не понимая, как мяч не попал в ворота. А теперь понимает, что все-таки, кажется, попал. Потому что указал на центр Алексей Чураков. Видимо, уже после подсказки Артема Панкина. Да и Воронов уже сам в центральном круге находится. Не получается подача. Первый же футболист Чертанова, стоявший на пути мяча, его выбивает за пределы штрафной площади. И на этом у нас первый тайм заканчивается. Гапеев борется с Головиным. Доводится мяч с Чертановцами направо. Оттуда подача на Борисова. И из хорошей позиции Борисов переправляет мяч выше ворот. Одиннадцатый удар уже у Чертанова за неполный час встречи. Сам же Сергей ведет его обратно из-за боковой. Подключается уже и Вадим Соловьев к этой атаке. А здесь здорово пролез Федоров и пенальти. И пенальти сразу оказывается в объятиях Вадима Соловьева. Вот так. Один разворот сделал сейчас очень многое для строгинцев. Получают они самый реальный шанс для того, чтобы забить в этом матче. Удар Соловьева максимально спокойно, без каких-либо нервов. Развел голкипер и мяч по углам. Завалился Лисицын вправо от себя угол. А Соловьев легонько Каптановцы. Один угловой за другим. Розыгрыш Борисов. Пошла все-таки подача в штрафную Перинский. Не дает Воронову добраться до мяча. Еще удар Пузанова. И здесь успевает среагировать. Там из чистокола ног мяч вылетал просто к Воронову. Но успел сложиться голки. Но все это футболисты либо центральной линии поля, либо вовсе обороны. А вот Колесов и Ньютин, они все пока молчат. А здесь Пузанов сейчас отбирает мяч. Пузанов выходит к воротам. И Воронов. Какой сейф голкипера Строгино. Оставляет он в игре свою команду. Исполняется 16 лет в светлой голове в обороне Строгино. А здесь Помалюк. Помалюк. Еще один заблокированный удар на этот раз с Вадимом Соловьевым. Подача. Ну и у Пузанова совсем удар головой не получается. Еще одна замена у Строгино. Колесов покидает поле. И Дмитрий Комаров. Ложка. Разыгрывает мяч футболисты Чертанова. Подача на дальнюю штангу. И здесь Русаков уже вылетает. Можно сказать, вновь блокирует удар. А угрожал воротам, кажется, головин. Переиграли 30 секунд. Как раз отведенный, я так думаю, под замену. 1-1. С таким счетом завершается игра между Строгино и Чертанова. В пятом туре юношеской футбольной лиги 2.